добрый день всем любителям стендового моделизма после сборки некоторых наших моделей нам приходят вопросы как вы их красите чем красить и вот сегодня об этом мы поговорим покраску будем показывать на примере нашей аэрокубры последний собранный нами самолетик из этой серии процесс покраски он в общем-то будет практически такой же как и для пластмассовых сборных моделей их точно также нужно красить точно также нужно рисовать какие-то знаки различия чем интересны вот эти модели кроме того что они летают конечно в отличие от пластмассовых это то что у вас есть выбор хотите сделать копийную модель пожалуйста отрисовывайте всю расшивку вплоть до каждой заклепки не хотите возиться можете просто покрасить в пару цветов нарисовать звездочки и этого будет достаточно тем не менее модель будет смотреться уже гораздо интереснее чем просто кусок пенопласта обшкуренный летать от этого хуже она точно не станет так что наш вариант он хоть и не такой копийный может быть больше потребуется затрат времени и сил на отрисовку всей расшивки если хочется это сделать ну главное это преимущество не в том что они летают то есть можете не просто где-то за стеклом их поставить чтобы просто на них смотреть а можете устроить например соревнования небольшие во дворе хотя бы кто дальше улетит или кто там какие-то фигуры может быть сделать если с резинки запускать так что вариантов много и в этом плане наши модели интереснее получаются чем пластмассовые которые ронять крайне нежелательно но сейчас приступим по краске красить эту модель будем под самолет покрышкина это та самая знаменитая сотка которую так немцы боялись свое время и нам понадобится три цвета это это голубой для покраски днище самолета им же с имитируем стекла кабины зеленый цвет который будем красить верхнюю сторону самолета и красная краска это на версии киля это кок и мелкие элементы если хотите можете краской же нарисовать звездочки например хотя я предпочитаю все таки делать наклейками кому интересно вот эти декали мы приложим в описании под видео вот обычная картинка которую просто нужно распечатать насчет красок у нас был отдельный видео урок называется как покрасить модель там мы как раз подробно разбирали какие краски использовать как получить нужный цвет ну я думаю что далеко не у всех есть в доступе колеровочная станция по подбору цветов все делается на глазок просто под подмешиваете в краску колер пасты до получения нужного оттенка но естественно помним что при высыхании акриловые краски они немножко темнеют то есть разводить краску надо чтобы она смотрелась более светлой при высыхании она немножко потемнеет так что если вам хочется посмотреть как разводить краску в каком порядке их правильно наносить можете пройти по ссылке в подсказках и посмотреть но мы приступаем к покраске для покраски таких моделей нужно будет заботиться тонкими кисточками конечно большие площади можно и достаточно широкой кистью покрасить вот такие мелкие элементы большой кисточкой рисовать их получается очень сложно кстати обратите внимание что вся разметка ручкой она прекрасно закрашивается и потом ее не видно будет остаются только не глубокие бороздки продавленные в пенопласте и это даже хорошо что они остаются очень удобно потом по ним всю расшивку еще раз прочертить так что такой плотный пенопласт это довольно неплохой материал именно для стендовых моделей даже если вы будете размечать заклепки размечать границы листов обшивки после покраски эти неглубокие бороздки будут видны и вы всегда сможете либо более четко их отметить потом еще раз прочертить а можно и так оставить при близком рассмотрении линии видно но в глаза они особо не бросаются в общем как и было на настоящих самолетах толстым слоем краски старайтесь не наносить слишком долго будет сохнуть но тем не менее краски должно быть столько чтобы закрасить все что необходимо больших пропусков быть не должно по идее кстати в принципе кабину можно просто покрасить большим таким пятном более светлые краски когда будем красить зеленым то все эти наплывы где-то там случайно мазнули или просто расшивку закрасили все это у нас отрисуется покраситься и смотреться будет нормально прорисовываем двери кстати это единственный наверное самолет по крайней мере из боевых у которого не фонарь назад сдвигался а были двери автомобильного типа с одной стороны удобно было в этот самолет садиться с другой и летчики довольно обоснованно считали что такие двери будут мешать покидать самолет случае каких-то серьезных происшествий я сегодня буду в общем то вы красить относительно простой вариант окраски без мелкие расшивки в основном то что было на шаблонах плюс небольшой переплет кабины тоже немножко усложним все-таки переплет должен быть он довольно серьезно на внешний вид модели влияет вот фонарь кабины прокрашен пока он будет подсыхать красим днище вообще краску нужно просушивать прежде чем красить следующим цветом предыдущий слой должен просохнуть чем хороши акриловые краски это тем что они абсолютно без запаха дома вас ругать не будут что там опять химией балуетесь но они на водной основе поэтому сохнут достаточно долго поэтому распределяйте какие элементы красить вперед какие можно и отложить так что потом уже когда начинаете красить следующие элементы не просохшая краска вам не мешала вот тоже обратите внимание закрылки и элероны я разметил сейчас полностью закрашиваю всю поверхность крыла при этом линии разметки продавленная ручка остаются видны и в принципе можно будет с ними ничего больше не делать и дополнительных не отрисовывать конечно если вам хочется более четко выделите все эти элементы всегда после высыхания краски можете например карандашиком простым провести ну вообще-то на настоящих самолетах никто не заморачивался с выделением всех вот этих закрылков просто были щели которые немножко видны при близком рассмотрении на прошкуренных поверхностях краска ложится с первого слоя она впитывается в поры пенопласта и количество краски получается достаточным чтобы повторно красить и требовалось но там где поверхность глянцевая там может быть понадобится проходить по два-три слоя иначе могут быть видны разводы думаю кто умеет пользоваться аэрографом может покраску проводить при помощи аэрографа возможно даже качественнее получится чем кисточкой я к сожалению не художник поэтому крашу как получается вот на первый слой крыло покрашено сейчас краска начнет подсыхать будет видно надо ли красить второй слой вот эту разметку где скажем отмечали границу днище и основной части фюзеляжа ее лучше закрасить светлой краской потом после покраски все таки будет видно линию и когда начнем более темную зеленую краску наносить то по этой линии тоже можно будет ориентироваться также полностью прокрашиваем стабилизатор не забываем что и кромочки тоже желательно прокрасить днище прокрашено кабина конечно пока еще до конца не высохла нужно будет подождать но тем не менее что-то начинать красить в зеленый свет уже можно например крылья акриловые краски смываются простой водой так что каждую кисточку под каждый цвет отдельную кисточку не надо будет можно просто вот как обычно акварель смывать по ходу дела и одной кисточкой пользоваться процессе всей покраски начиная покраску пока с областей которые не граничат с другими цветами так как краски еще до конца не просохла покраска больших площадей идет довольно быстро тут каждое движение вымерять не нужно просто бери и размазывай кстати зеленая краска неплохо закрывает поверхность возможно даже одним слоем обойдемся даже на глянцевых участках вроде бы всего два цвета для еще и покраска незаконченная модель уже начинает смотреться более интересно кстати если хотите чтобы краска быстрее сохла поставьте где-нибудь рядом тепловентилятор чтобы теплым потоком воздуха краску подсушивала но тогда опять возникает опасность что и в самой банке краска начнет высыхать быстрее чем нужно так что в баночку придется держать где-то в стороне но всегда остается вариант просто покрасить те или иные элементы дать слою высохнуть и потом продолжить через какое-то время в среднем акриловая краска высыхает от получаса до часа не так уж и долго особенно если слой тонкий он может вообще за несколько минут высохнуть вообще дольше всего краска сохнет на шкуреных на пористых поверхностях потому что довольно много и и впитывается в поры после этого приходится ждать достаточно долго чтобы в этих на этих местах на этих участках краска высохла окончательно сейчас попробую прокрасить фонарь кабины по крайней мере по нижней границе окон и расшивку конечно рисовать еще рано но по нижней границе вроде бы получается сильно уже синяя краска не смазывается конечно работать кисточкой и краской это совсем не то же самое что карандашом или фломастерами этому тоже надо учиться нужно учитывать то что краска еще и растекаться может и скажем то более тонкие места где-то прокрашивать там желательно чтобы на кисточке много краски не было кстати удобно не прокрашивать сразу все элементы чтобы было за что держаться сейчас схватись за крыло например или за кабину сам испачкаешься в краске ну пока есть не прокрашенные элементы за ней держаться можно очень даже неплохо большое количество краски я сперва наношу на открытом участке там день не страшно что может растечься но потом уже почти сухой кисточкой распределяю краску в тех местах где нужно прокрасить точно кстати если линии стыков цветов будут но очень ровно это ничего страшного нет на настоящих самолетах тоже было довольно много таких огрехов особенно на военных самолетах просто при их размерах все эти волнистые линии и прочие неточности они просто не так были заметны как на модели обратите внимание что на верши и теле там где будет красная краска я стараюсь сейчас не испачкать дело в том что красная краска она более прозрачная и вот видно если намажите зеленым цветом например так вот базовый цвет покрашен и теперь у нас остается фактически самая наверное сложная ответственная часть это прорисовка мелких деталей прорисовка расшивки кабины здесь нужно очень понемножечку краски брать самое главное чтобы она сильно не растекалась если у вас есть более тонкие кисточки то лучше пользоваться ими конечно вот как-то так потихоньку полегоньку но прокрашиваем также прорисовываем расшивку самого фонаря довольно удобно получается здесь была ручки продавлена небольшая канавка по сути дела ее заполняем краской краска сама растекается так как нужно практически сама конечно прорисовываем расшивку лобового стекла вроде бы относительно неплохо кое-где конечно надо будет прокрасить еще получше но в общем и целом по крайней мере для моего уровня рисование это неплохо а нам по сути дела остается прорисовать элементы красной краской это навершие тиля и кок с размерами кока кстати есть надо сказать я немножко промахнулся когда устанавливал лопасти и пропеллеры кок должен быть примерно на треть меньше вот до передней кромки лопастей примерно ну не отрывать же теперь лопасти поэтому красить буду так как есть вы когда будете собирать эту модель этот момент учтите что ж вот такая вот у нас получается аэрокубра сейчас нужно модель оставить на просушку вот подставку сделали из старого сломанного микрофона можно какой-то другой способ крепления придумать или хотя бы просто повесить на гвоздик куда-нибудь самое главное чтобы краску высушить как следует и только после этого уже прорисовывать все остальные элементы вот сделали мы их небольшой перерыв краска просохла можно модель смог свободно брать не пачкается уже и сейчас нам нужно прорисовать те элементы которые должны выделяться в первую очередь это выхлопной коллектор он черный должен быть закопченный поэтому прорисовываем его гелевой пастой или можно маркером черным и также можно сразу отметить сами выхлопные трубы кстати обратите внимание что когда прорисовываешь такие детали ручкой то пенопласт продавливается и образуется как бы такое углубление не прорисованная часть не прокрашенная она немножечко начинает выпирать и это чем-то напоминает действительно выхлопные трубы но если очень хотите то можно например воткнуть зубочистки кусочки маленькие с каждой стороны нужно нарисовать по 6 выхлопных труб на аэрокобре мотор 12 цилиндровый как раз получается по 6 выхлопных труб с каждой стороны также руб ручкой или маркером рисуем воздухозаборники карбюратора можно специально пенопласт продавить чтобы углубление было и в носке крыла рисуем воздухозаборники радиаторов охлаждения крыло здесь конечно тонковато чтобы полноценные окна можно было прорисовать но тем не менее хотя бы вот так вот их отметить это же также слегка продавливаем углубление чтобы смотрелось это как именно уходящие внутрь тоннели воздушные ну и еще что можно сделать это прорисовать линии двери линии отреза рулей но делать это лучше уже не ручкой а простым карандашом эти линии не должны быть такими четкими поэтому просто их чуть-чуть карандашиком обводим просто чтобы не чуть-чуть посильнее выделялись также карандашиком можно сделать пулеметные порты маленького почиркать снаружи как будто сажа также карандашом можно нарисовать гарь от выхлопных коллекторов но и сильно не давите чтобы уже тут вмятины не оставлять карандаш кстати если есть выбор то лучше брать более мягкий он легче будет рисовать на пенопласте и не будет оставлять таких явных вмятин больших у меня карандаш твердоват конечно сейчас попробуем что-то все-таки видно вот уже более менее заметно линии элеронов и закрылков и так неплохо видны тут я видимо более глубоко продавил ручкой поэтому все нормально остается наклеить декали как я уже говорил я предпочитаю делать декали именно в виде наклеек а не отрисовывать вручную так они просто смотрятся более аккуратно это обычная самоклеящаяся бумага продается в канцелярских магазинах продается в компьютерных магазинах там же где запчасти к принтерам краской все тому подобное вот на этой бумаге распечатываются нужные нам элементы те же звездочки номера и тому подобное затем номер вырезаем и звезду тоже таким образом чтобы оставить целой подложку но прорезать саму наклейку и если как как в случае с номерами нужно одновременно перенести сразу несколько деталей чтобы они приклеились ровно поверх наклейки заклеиваются скотчем и потом вместе со скотчем переносятся на модель скотч кстати потом можно и не убирать особенно если красили глянцевой краской его немножечко прогладить утюгом чтобы прилип получше и выделяться практически не будет ну вот получается у нас такая модель на шкуреных участках скотч сразу не прилипает поэтому его все-таки утюгом надо пригладить прогреть как следует по большому счету не проклеивается на этой модели только номер звезды можно сильные не при не прижаривать если вы это сделаете хуже не будет конечно прыжок у нас конечно не для таких моделей великоват маленечко однако если аккуратно работать то все получается что ж наш самолет готов конечно то что я сейчас сделал это можно отнести только базовые покраски первоначальному варианту если хотите можно добавить например места потертостей где-то маленькой серебрянкой мазнуть что краска там стерлась до металла например и и тому подобные элементы можно нанести расшивку можно даже заклепки прорисовать все это сделать можно было бы желание но такая модель она уже смотрится достаточно неплохо особенно если с некоторого расстояния где мелких элементов уже не разглядеть и как стендовая модель где-то поставить на шкаф просто для красоты за стекло может быть поставить такой самолет вполне годится ну и не забывайте что он неплохо летает цепляете за крючок резинку и вперед но мы готовим мини выставку таких вот полукопийных моделей и как наберется достаточное количество так сделаем отдельный видеоролик поэтому по обзору их этой виде выставки так что вот думаю что на вопрос как мы красим модели в этот раз отметили достаточно подробно если какие-то проблемы какие-то вопросы у вас все-таки остались пишите об этом в комментариях мы эти вопросы рассмотрим и либо снимем отдельный видео урок либо попытаемся объяснить прямо под этим вопросом ну и конечно если вам нравится это аэрокобра нравится наш канал ставьте лайки подписывайтесь кто не успел это сделать заходите в подсказки заходите в энциклопедию моделистов там вы можете найти многие ответы на свои вопросы но я с вами прощаюсь до новых встреч друзья до свидания подписывайтесь на наш канал ставьте лайки оставляйте комментарии и ждите новых видео видео до встречи играем по-взрослому